Абсолютно ничего невозможно сделать одному. Евангелие, кстати, это еще о том, как правильно набирать себе сотрудников, как правильно набирать себе то, что принято называть сегодня командой, для того, чтобы ты, у которого есть идея, у которого есть видение, мог претворить это в конечном итоге в жизни. Неважно, что другие люди думают по этому поводу, гораздо важнее, что подсказывает вам ваша молитва, что вы хотите в конце концов, или чего вы хотите в конце концов добиться от своего труда. Иисус после искушения от дьявола наверняка понимает, что необходимо найти себе помощников. Он идет к Галилею. Писание говорит нам, что проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев. Симона, называемого Петром, или Шимона на еврите, называемого Петрос, камень по-гречески. И это тот же самый человек, но точно так же, как сегодня у евреев бывают два имени, одно имя для внутреннего общения, Симон или Шимон, и другое имя, поскольку все это было эллинизированная диаспора римская для понимания, или для произношения, или для лучшего усваивания другими народами. У Петра два имени. Два легитимных имени. Одно имя Петр, другое имя Шимон. И он избирает его, называемого Петром, который совсем неподалеку отсюда жил. Мы знаем, что он родился и вырос в Евсаиде. Потом, позднее переехал в этом направлении, в Капернаум, где жил в доме у своей тещи. Кстати, Писание не упоминает о том, были ли у него дети. Это не факт, что не было. Просто это была настолько очевидная вещь, что дети должны быть у людей, что вполне возможно, что они были, просто Писание о них не говорит. Так или иначе, он жил совсем неподалеку отсюда. Можно даже докричаться в тихий вечер от одного места до другого. И Петр ставил сети там, в Капернауме, и здесь, разъезжая по всему этому берегу на лодке. И Андрея, говорит Писание, брата его, закидывающего сети в море, ибо они были рыболовы или рыбаки. И говорит им, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас оставив сети, последовали за ним. Мы говорили с вами уже о том, что в Израиле был огромный авторитет у учителей. Написано в посланиях древних, что если тебя позвал твой учитель, ты должен оставить все и немедленно идти за ним, даже не сообщая об этом своим родителям. Это то, что мы видим здесь. Очевидно, они увидели в Иисусе не просто человека, который прошел мимо и сказал им, идите за мной, он им ничего не обещал из земных благ. Они признали в нем учителя или они признали в нем раввина. Он им не объясняет ничего о своем мессианстве, ни о том, что он Христос, ни о том, что он пророк. По всей вероятности, он перекинулся с ними несколькими словами и предложил им, скорее всего, нечто такое, что было у них на душах. Я думаю, что ничего не возникает на голом месте. Я думаю, что как и в случае с Матфеем, который из мытаря неправедного вдруг стал учеником Иисуса, он имел на сердце некое сожаление или предчувствие покаяния. И когда пришел Иисус и сказал ему нужные слова, они упали на благодатную почву, и он пошел за ним. Я думаю, что Шимона и Андрея давно одолевали мысли о смысле жизни, когда ежедневно надо было приходить, ловить рыбу. Это был чудовищно тяжелый труд, иногда он давал свои плоды, по большей части нет. И день за днем повторение одной и той же работы для того, чтобы однажды, родившись, в конечном итоге умереть, оставить за собой потомство, которому надлежит сделать тот же самый путь, наверняка не представлялось им самым интересным жизненным выбором. И они, по всей видимости, говорили между собой об этом. Поэтому, когда Иисус предложил им вместо ловцов рыб стать ловцами душ человеков, или ловцами человеков, они, естественно, за ним пошли. Это очень распространенный раввинский термин. Ловец человеков, как сравнение с ловцами рыб, очень часто звучит в раввинских писаниях, и имеется в виду, что ты должен найти людей, которые будут твоими последователями. «Оттуда, идя далее, увидел он двух других братьев, Якова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем отцом их, починиваясь все эти свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку, и отца своего последовали за ним». Две вещи, которые находятся в разряде того, о чем мы с вами говорили. Первые два братья и вторые два двоебратья. То есть нам лишний раз доказывается, что это были люди, между которыми, скорее всего, уже были разговоры. И важно найти таких людей. И еще один подтверждение тезиса, несмотря на то, что с ними был в лодке отец, они оставляют отца, и они идут за Иисусом. Позднее Господь скажет, никого не называйте учителем, как только меня и один у вас Отец, это Отец Небесный. Вот в этом смысле, когда Отец Небесный выше, и когда Учитель выше, мы видим здесь, в Писании точно так же поступают его ученики. Этот вопрос сегодня и к нам обращен, когда к нам обращается Господь. Хотим ли мы быть ловцами человеком, и готовы ли мы оставить все, чем мы занимаемся каждый день? Будь то работаю на заводе, или в офисе, бизнесмен, или просто все эти. Выбор всегда за нами. И дай Бог, чтобы Господь Бог благословил этот выбор. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok